С наступлением тепла и пожароопасного сезона и кол Геленинского района, побывав в парках города Видное, оценили уборку территорий от сухостоя, который может стать причиной пожара. Вот это вот самое запущенное место и самое опасное, потому что здесь сухостой не убран. Я написала в нашу МОСОБЛ лес Тишину письмо. Он ответил, что за это лесонасаждение он передан в аренду муниципалитету. Лесопарковая зона, где экологи проводили акцию, находится у Видновской поликлиники по Заводской улице. Здесь уютно, широкая дорожка располагает к прогулкам. Но, к сожалению, не все соблюдают правила поведения в лесу. То, что я вижу иногда вечерами, иногда горит костер и люди жгут шашлыки, для нас это, конечно, тоже как-то диво и неприятно. Не хочется, чтобы наш лес пострадал от того, что люди так халатно относятся к природе. Жгут болежник, сушняк, все это собирается. И мы не знаем, уходят они за собой, убирают. Территорию этой лесопарковой зоны соответствующие службы убирали. Спиливали сухие деревья. Так это и бросили. Там, вот походу, там все зачистили немножко. Здесь же все это лежит ломом. Причем лежит так, что, ну, достаточно, вы же понимаете, одной спички, чтобы все это загорелось. Я спрошу администрацию принять меры по вывозу многих бревен, ну, всевозможных поленец этих, чтобы лес наш был чистый. Общественники, раздавая листовки, призывали все, кто в это время проходил по дорожке парка к соблюдению чистоты и выполнению правил пожарной безопасности. Вот вы зажгли одну спичку. Это не только гибель леса, это еще гибель людей, которые будут этот лес улучшить. Напоминаем, что запрещено разводить в лесных массивах, в лесах костры, огонь. Запрещено также готовить шашлык в местах, которые не оборудованы в специальном противопожарном отношении. И все должны помнить, что за несоблюдение этих правил взимается штраф до 5000 рублей. Местные экологи намерены проводить подобные акции по предупреждению пожаров в лесу весь пожароопасный сезон. Ну, а уж если случилась беда, сразу звоните в Единую службу спасения по телефону 112. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.